МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Ныне, сегодня в выпуске. С днём рождения, любимый город! Принимай подарки! В Ахтубинске состоялись торжественные церемонии открытия скульптуры на набережной, беговой дорожке, на стадионе, на зрительного зала в Доме культуры. Расскажем, какие ещё сюрпризы ожидали ахтубинцев в этот праздничный день. Недостаточное финансирование, разбитые дороги. Глава села Батаевка рассказал руководителю района о насущных проблемах. Итогами встречи были удовлетворены обе стороны. Международный день контрацептивов, тот самый день, которого не стоит стесняться. Медицинские специалисты обращают внимание ахтубинских родителей о необходимости проявлять тактичный интерес к взрослению своих детей. Начнём наш выпуск главного события, которое состоялось на прошлой неделе. Ахтубинцы отметили 59-й день рождения своей малой родины. Программа мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, была как никогда насыщенной. Но не будем забегать вперёд, обо всём по порядку. По сложившейся традиции праздничное мероприятие в городе авиаторов началось на мемориальном комплексе лётчикам-испытателям, не вернувшимся из полёта, крыло и кара. Там побывала Ксения Маслова. 21 сентября отмечалась 98-я годовщина образования старейшей в России военной научно-испытательной организации Государственного лётно-испытательного центра имени Чкалова. 28 сентября на мемориальном комплексе крыло и кара состоялось торжественное построение личного состава ГЛИЦ имени Чкалова. Уже более 70 лет история ГЛИЦ неразрывно связана с Ахтубинском. Для местных жителей День образования одной из старейших организаций – важнейший праздник, и поэтому его отмечает весь наш город. Дорогие боевые друзья, дорогие Ахтубинцы, уважаемые гости, сегодня здесь, на этом самом дорогом, пресвятом для всех нас месте, для личного состава, для всех горожан, в очередной раз мы зажгли огонь славы. Здесь, на этом месте, мы всегда вспоминаем тех, кто своей жизнью, своей службой показал нам яркий пример служения Отечеству. И они вот здесь, эти фамилии, которые мы наблюдаем на этих стелах, они нас предупреждают, они нам показали, как надо служить, как надо жить, как надо работать. И в то же время они нас предупреждают, чтобы мы берегли себя, берегли своих родных, близких в нашем милёгком труне. Я вас всех сердечно поздравляю с этим праздником и желаю всех успехов в жизни, в труде, в нашей службе. Всего вам самого доброго. Испытатели Государственного лётно-испытательного центра имени Валерия Павловича Чкалова проводят испытания новейшие и дают путёвку в небо самой современной отечественной авиационной техники, которая, поступая в войска, становится надёжным щитом воздушных рубежей Родины. Лётчики, штурманы, инженеры – они с честью выполняют свою сложную, ответственную, исключительно важную работу. Они – гордость нашего города, воплощение отваги и мужества, верности, присяге и воинскому долгу. Поздравил военнослужащих со столь значимым праздником и глава города Ахтубинска Нарузбаев Аманга Алин Калеевич. Ежегодно на этой территории мы с вами счастливаем память тех людей, кто создал крылья России, кто построил этот славный город. Мы делаем это с вами для того, чтобы память наших героических земляков, которые защищали нашу Родину и защищают её сейчас, жила в памяти наших других поколений. Наши жители города ценят, что на территории города существует криз, что наши земляки куют крылья России. Искренне от имени жителей города, от себя лично, от своей семьи поздравляю вас с праздником, желаю вам здоровья, благополучия. Слова поздравления в этот день прозвучали и от ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Звягинцева Николая Ивановича. После торжественных речей и зажжения огня вечной славы участники церемонии возложили цветы к памятнику лётчикам-испытателям, не вернувшихся с полётов. В день празднования 98-й годовщины государственного лётно-испытательного центра на мемориальном комплексе «Крыло и Каро» состоялось открытие аллеи героев, посвящённой памяти самоотверженного труда и ратного подвига испытателей авиационной техники Героев Советского Союза и Героев России. «Скажите мне, в первую очередь, поздравить вас с прекрасными праздниками, с юбилеем, с очередным годом города Игрица. Через год мы встречаем 60-летие города, через два года столетия Игрица. И очень приятно, что в примере этих праздников открыто будет у нас галлея героев. Это галлея героев позволит нам проводить более устремлённо военно-патриотическое питание молодёжей. Здесь молодёжь наяву увидеть в облике наших героев. И мы здесь медленненно наблюдаем, как сюда подходят молодёжь, особенно в России других городов, и всё внимательно читая, смотря на эти чувства, на этих наших героев. Поэтому я хотел бы ещё раз быть благодарны Совет администрации города, командиру нашего лица, за то, что появилась вот эта наша аллея героев. Пожелал бы всем военнослужащим крепкого-крепкого здоровья, очередных воинских званий и должностей, а всем удачи и везения. В мероприятии также принял участие архимандрит Андрей, который в часовне рядом с мемориальным комплексом отслужил молебен по погибшим лётчикам-испытателям. Ксения Маслова, Евгений Еловенко, Виталий Просочкин, Ахтубинск ТВ. Ну а теперь к самой главной традиции, без которой в день рождения не обойтись. На свои именины Ахтубинск и все его жители в подарок получили новую достопримечательную. Светлана Аландарёва расскажет. Не менее символичным в день рождения государственного лётно-испытательного центра имени Валерия Чкалова стало открытие ещё одного памятника. Художественная композиция «Полёт Икара» разместилась в новом сквере неподалёку от главного мемориального комплекса, посвящённого лётчикам, не вернувшимся из полёта. Право торжественного открытия памятника было предоставлено начальнику войсковой части 15650 Радику Бариеву, мэру города Амангену Рузбаеву и ветерану Великой Отечественной войны Николаю Звягинцеву. «Талантливым и отважным землякам» так гласит надпись, размещенная у подножия новой памятной композиции. Она представляет собой Икара, устремившегося вверх вслед за журавлями. Ведь наши лётчики, точно так же, как и этот герой, выбрали небо и, несмотря на риск, поднимаются в голубую ввысь, «Не боясь, а полить крылья». Причём скульптура посвящена как тем, кто ежедневно выполняет свой воинский долг, так и героям, рождённым летать, но ушедшим в небо. Ты рождён, чтоб не взлететь, Ты рождён, чтоб не сгореть, Ты рождён, чтобы не сдаться С мечтой своей, не раздаться. Скульптура «Полёт Икара» стала не только логическим завершением этого символичного места, но и украсила новый сквер. Ведь ещё несколько лет назад на его месте был пустырь, а теперь это любимое место отдыха для многих ахтубинцев. Мы здесь недалеко живём. И раньше здесь такой пустырь был. И мне всегда почему-то хотелось, и вот казалось, что здесь должно быть красиво, такое необыкновенное место. А здесь собак выгуливают. А сейчас вот такая красота. Мы каждый день здесь ходим, вечерами с ребёнком, и таксами. И радуемся, говорим о том, ну какие молодцы. Слава Богу, что такая красота здесь. Город стал совершенно другой. Не тот город, когда я приехал в 57-м году. Не было ни асфальта, ни ещё была грязь. Мы ходили в резиновых сапогах. А сейчас прекрасный город. Придёшь отдыхать, и душа радуется. Праздник продолжился небольшим концертом местных артистов, которые прославляли подвиг лётчиков. Как подчеркнуло руководство гарнизона, такие памятники и места позволяют всегда помнить и гордиться нашими людьми, нашими героями, которые прославили Ахтубинск на весь мир. Светлана Лондарёва, Виталий Просочкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Что ж, праздничные события на этом не заканчиваются. К ним мы ещё вернёмся. Ну а пока переходим к другим темам. В астраханских сёлах появятся старосты. Дума Астраханской области в двух чтениях рассмотрела и приняла законопроект, регулирующий деятельность старостельских населённых пунктов. Его автором стал председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Институт старост вводится федеральным законодательством, и их деятельность должна способствовать взаимодействию жителей и представителей власти. Староста будет назначаться представительным органом муниципального образования по рекомендации схода граждан. Он не сможет занимать государственную или муниципальную должность, быть государственным или муниципальным служащим, а также не должен состоять с органами местного самоуправления в трудовых отношениях. И в продолжении темы о взаимодействии власти и жителей. На прошлой неделе глава района Алексей Кириллов посетил село Батаевка и встретился с главой села. В цель визита ознакомиться с кругом вопросов и проблем для того, чтобы представить суть и объём работы. Владислав Лихварь продолжит. Батаевка, село, как говорят, под боком у Ахтубинска. В 18 километрах расположено. По хорошей дороге это совсем рядом. В начале 17 века обосновались здесь три беглых семьи Батаевых из Рязанской губернии. От крепостного права бежали. И пошёл рост поселению. Уже через 100 лет у реки Подстёбки проживало по переписи 1043 человека. 70-е, 80-е и 20-го столетия. Около 2000 здесь народа было. А с началом перестройки рост населения прекратился. И даже упал до 440 человек. Но за последние 10 лет с началом активной фермерской деятельности на селе жителей более чем на 200 человек увеличилось. А это положительный результат. Надежда Карпенко, заместитель главы администрации села, объясняет. Дороги немного обустроили, проложили асфальт, воду питьевую по улицам к домам провели, работа появилась в поле. Вот и потянулся народ в Батаевку, обратно из города. Алексей Кириллов, глава района, долго сидел в кабинете с руководителями села. Выяснял непростую ситуацию, создавшуюся здесь. Впрочем, и в остальных поселениях района проблемы примерно одни и те же. Скудный бюджет, собираемые налоги, почти все деньги уходят в федеральную казну. В начале октября – День села. А провести, как обычно, с привлечением большого количества гостей – непросто, сказал глава администрации Батаевки Андрей Франчук. За голые столы ведь не посадишь людей. Тем не менее, посещением главы района, его рабочим визитом Андрей Дмитриевич остался доволен. И я считаю, что сегодня мы довольно полно обсудили проблемные вопросы, которые возникли на территории, и которые, я думаю, что в дальнейшем будут решаться. Даже уже сегодня есть реальные пути намечены, что будем планировать на ближайшее время по решению таких проблем. Одна из проблем, естественно, финансовая, которую предложение, по крайней мере, глава муниципального образования, Ахтудийский район принял и пообещал, что данный вопрос будет рассмотрен, ну, скажем так, структурой администрации района. Вопрос с дорогами, которые у нас на данный момент тоже имеют сложные положения. Естественно, также это и финансовые, и другие вопросы. Кроме того, самое главное, что почувствовали, что, по крайней мере, внимание, и я думаю, что люди это видят, и в ближайшее время, я надеюсь, что обещанные, которые вопросы были поставлены, будут решены. Это не значит, что все решится. Нет, конечно, но, по крайней мере, нужно начало, нужен порядок исполнения. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет сделан. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Ну, а теперь к темам, которые не стыдно, а необходимо обсуждать. Ежегодно, начиная с 2007 года, 26 сентября, по всей планете отмечается Всемирный день контрацепции. Это мероприятие проводится под девизом «Контрацепция – это ваша жизнь, это ваша ответственность». Этот день по замыслу организаторов должен привлечь внимание властей и общественности к проблемам, которые возникают вследствие недостаточного полового воспитания и пренебрежения к средствам. Сегодня у нас в студии врач-гинеколог Ирина Александровна Репина. Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не секрет, наверное, что о современных методах контрацепции не только дети, но и, наверное, даже взрослые мало чего знают. Ирина Александровна, вот расскажите, как вы думаете, с чем это связано? Почему на сегодняшний день так мало уделяется этому внимания и люди либо не знают, либо не хотят об этом думать? Ну, я, во-первых, начну с того, что же такое все-таки контрацепция, да? Контрацепция – это от латинского слова предупреждение, избежание, в первую очередь, незапланированной беременности, скажем так, и не только незапланированной беременности, но и также заболеваний, таких как, во-первых, это инфекции, передаваемые половым путем, да? Во-вторых, это заболеваний нашей гинекологической сферы, ну и не только, и в том числе это остеопороза, каких-то наших эндометриозов, хронических заболеваний, хронических аднекситов, метроэндометритов и вот таких вот заболеваний. О методах контрацепции действительно знают как бы единицы нашего женского населения. Почему так происходит? Ну, я даже затрудняюсь об этом сказать. Может быть, люди не хотят знать. Может быть, просто как бы из-за недостатка нашего времени, с нашей загруженностью так происходит. Может быть, мы иногда, кушер-гинекологи, не всегда можем донести до наших женщин эту информацию. Хотя это, конечно, очень-очень значимая такая проблема в нашем Ахтубинском районе. Я думаю, что не только в нашем Ахтубинском районе, но и по всей России. Вот, потому что, как бы, наши женщины, ну, мы всегда говорим, я, по крайней мере, говорю, что бесплатно сыр бывает в мышеловке. Вот, мы хотим отделаться, скажем так, ну, какими-то дешевыми методами. А это не всегда хорошо. Вот вы сейчас сказали, что, может быть, где-то специалисты не доглядели, не проинформировали, да, достаточно. Но в то же время, если говорить о подростках, которые как раз-таки нужно активно информировать, да, о современных методах контрацепции, вот, как бы, здесь можно говорить, наверное, о том, что недодают воспитание наши взрослые, да, и половое воспитание, оно недостаточно. Первый друг – это мама, да, которая должна наладить тесный контакт с дочерью и рассказать ей, во-первых, о том, когда должны прийти месячные, как они должны, потому что девочки вот иногда даже зачастую не знают, что у них, в принципе, вот в таком-то возрасте должны прийти месячные, что они должны ходить каждый месяц, что они должны быть регулярные, а не так, там, в пятилетку раз. Конечно, это должна рассказать и мама, и мама должна тесно контактировать со своим ребёнком для того, чтобы хотя бы ребёнок был немного подготовлен. Вот, ну, наши мамы не всегда, скажем так, делают это, тоже непонятно из каких побуждений. Может быть, они сами не знают. Но вот мы сейчас говорим ребёнок, да, всё-таки, когда уже ребёнок начинает интересоваться половой жизнью, и как раз-таки нужно рассказывать о контрацепции, да, почему-то этого, ну, не происходит. А как правильно это сделать? Ведь многие не знают. Как правильно объяснить своему ребёнку достаточно такую интимную вещь? Да, мы иногда думаем, что в 13 лет наш ребёнок ещё маленький, и что ему это ещё не надо знать. А оказывается, в 13-14 лет – это самое то время, когда ребёнку надо сказать эту информацию. Надо посадить ребёнка напротив себя и сказать, доченька, дорогая, любимая, ты начинаешь период, у тебя начинается период полового созревания, да, у тебя вот скоро должны прийти менструации, объяснить, что это такое. И что обязательно ты должна, доченька, вот вести календарик, да, потому что вот проводя медицинские осмотры в нашу школу, в диспансеризацию, как говорится, вот мы сейчас смотрим 2001, 2002, 2003, 2004 года, и 50% этих подростков, они просто не знают, что вот именно вот этот календарный метод нужно вести, что нужно отмечать. Пожалуйста, дорогие женщины, доносите до своих девочек, посадите ребёнка около себя, объясните, что пусть они, у них сейчас у всех есть телефоны, да просто календарик, самый обыкновенный, который лежит там в сумочке, в рюкзачке, дома на полочке, в котором ваш ребёнок должен отмечать, когда началась менструация, когда она закончилась, ну и хотя бы, как они шли, обильно, не обильно. Мне здесь кажется, если у каждого есть гаджеты, то знают-то они много, а вот как-то халатно относятся к этому, ко всему. Что показывают приёмы? Вот мы сейчас хочется затронуть. Суть этого дня контрацепции, да, международного, заключается в том, чтобы каждая беременность была желанной. Но есть ещё и обратная, другая сторона, что незащищённый половой акт приводит к разным видам инфекций, да, которые потом и лечить-то, наверное, не очень так и просто. Ирина Александровна, ну вот что показывают на приёмах у нас в Ахтубинске, насколько серьёзно с этим дело всё обстоит? Я думаю, что не только у нас в Ахтубинске, у нас и по Астраханской области всё это очень широко гуляет, скажем так. Инфекций очень много, они очень тяжело лечатся. Нет такого, что пришёл, назначил и победил, да? Нет. Иногда приходится и побороться с ними, потому что устойчивость, потому что мы сейчас детишек своих, к сожалению, заболеваний очень много, и мы их с малолетства пичкаем этими антибиотиками, да, где-то приболел, где-то ещё что-то. Я всё понимаю, что в поликлинике тяжело попасть, бывает иногда, и всё остальное, поэтому мамы дома занимаются самолечением своих детей, поэтому они устойчивы большинству антибиотиков, а эти инфекции чаще всего лечатся только антибактериальными препаратами, поэтому нам иногда бывает очень тяжело подобрать те препараты, которыми мы можем излечить нашего больного. А проблем с этими инфекциями очень много. Почему? Потому что они вызывают различные, скажем, тянут за собой все остальные проблемы, такие как угроза прерываний у женщин, врождённая пневмония у детишек, у новорождённых, когда они рождаются. То есть если мама больна каким-то из этих заболеваний, то всё начинает внутриутробно развиваться, мы заражаем наших детей и, скажем так, всё это дальше. То есть хронические конъюнктивиты, танзелиты, атиты у детишек, то есть это тоже 10% этих инфекций. Поэтому, конечно, мы всегда говорим, особенно молодым девушкам, пожалуйста, живите половой жизнью, но предохраняйтесь. То есть сейчас в нашем, скажем так, аптечном арсенале есть большое количество контрацептивных препаратов. Как их выбрать? Как их выбрать? Ну, хотя бы, если нет возможности попасть к врачу, конечно, выбор должен оставаться за врачом. То есть доктор должен посмотреть пациента и уже определиться с методом контрацепции. Ну, хотя бы на крайний случай. Это презерватив, который продаётся в каждой аптеке. Сейчас уже продают их в каждом ларьке, то есть в каждом магазине. Пожалуйста. Ну, это, скажем так, экстренный метод контрацепции, который предотвращает в первую очередь от нежелательной беременности и от инфекции, передающихся половым путём. А дальше уже все остальные методы. То есть их, как я повторюсь, в нашем арсенале сейчас очень много. Методы контрацепции – это и барьерный, и химический, и хирургический, и гормональный. Пожалуйста, приходите, мы вам поможем подобрать, мы вам поможем, скажем так, с этим выбором. В настоящее время очень большое количество новых, современных, скажем так, способов контрацепции. Да, это и внутриматочная система Мирена, это и кольцо Новоринг, это и пластырь Евро. То есть всё у нас в Ахтубинске есть. Мы проходились по аптекам, все, даже если нет, заказывают, привозят очень активно. Всё мы это применяем. О приёмных днях, да? Вот насколько часто Ахтубинки сами заявляют желание к вам прийти, то есть плановый осмотр провести? Вот есть такая проблема, что… Конечно, у нас есть такой контингент женщин, которые молодцы, они регулярно ходят, они регулярно приходят, и мы таких женщин уже знаем в лицо. То есть иногда спрашиваешь, что беспокоит? Ничего, я просто пришла. Да умница, молодец, мы только за, мы только это всё приветствуем. У нас сейчас, в принципе, нет проблем попасть к гинекологу. Компьютер работает, запись электронная работает, регистратура работает. Сейчас хочу сказать, что у нас выходит ещё один доктор с декретного отпуска, поэтому мы думаем, что нам будет ещё легче в этом плане. Поэтому у нас уже будет на приёме, скажем так, пятеро. На каждом участке сидит доктор, у нас участковость, каждый доктор обслуживает свой участок. Поэтому, ну, кто хочет, тот попадёт всегда. Кто не хочет… В общем, никаких преград нет. Ирина Александровна, спасибо большое за такую беседу. Я вам, в свою очередь, пожелаю всё-таки здоровых пациентов. Да, самое главное. Настоящим торжеством для горожан, по большому счёту, для ахтубинских мальчишек, стал показ военной техники на площади Ленина. Технические устройства были в открытом доступе, и все желающие в этот праздничный день могли не только посмотреть, сделать фото на память, но и даже посидеть в кабине одного из военных автомобилей. На выставке современной военной техники были представлены машины, которые сегодня задействованы в обслуживании летательных аппаратов. Снегоочистительные, вакуумные, аэродромные, комбинированные поливомоечные машины предназначены для поддержания покрытий аэродрома и уборки взлётной полосы. Кроме того, на автомобильном шоу были представлены КАМАЗы, воздухозаправщик, предназначенный для заправки сжатым воздухом портовых баллонов и пневмосистема, а также пожарная машина. Это вакуумный автомобиль, вакуумная машина. Она предназначена для уборки аэродрома, то есть камней, мелкого мусора и так далее. То есть это система обычного пылесоса, только на базе большого автомобиля. Вот как бы и всё. Она всасывает в себя до килограммов разного мусора, камней и так далее, грунта. Плюс на ней присутствует мини-мойка, естественно, бункер для сбора всего этого мусора. Также у неё кузов подымается, всё это высыпается, всё это вымывается и для этого она предназначена для уборки аэродрома. Скажи, а тебе какая больше машина здесь нравится? Камиль, задвижь, какая тебе больше нравится машина? Пожарная. А почему пожарная? Потому что она тушит всё. Почему ты хочешь стать пожарным? Потому что я хочу тушить пожар. И быть полезным, да? Да, и быть полезным. Я хочу, потому что она самая сильная. Кроме общего ознакомления с автомобилями, все желающие также могли получить полную информацию о военной службе по контракту. Хочется сказать пару слов в честь празднования Дня города и Дня Глиц. Пожелать всем крепкого здоровья, всем желающим, конечно же, найти очень хорошую работу. Ну, в том числе, вот мы представляем, как свой пункт отбора по контракту. Пожалуйста, все желающие могут к нам обратиться. Мы проведём консультацию, более подробно всё расскажем, покажем, кому, куда можно пойти служить. И, естественно, расскажем о социальных гарантиях и льготах, которые получают военнослужащие по контракту. Возрастные ограничения для первого контракта у нас от 18 до 40 лет. Образование есть, вообще рекомендуется среднее профессиональное либо высшее образование, но у нас есть должности, которые комплектуются военнослужащими по контракту и с средним полным образованием, и также с девятью классами. Любой желающий может прийти, мы всем расскажем, всем обязательно разъясним весь порядок. Женщины, в том числе, тоже могут подойти. Набираем мы во все воинские части, все части Южного военного округа. В первую очередь, конечно же. Поэтому все, пожалуйста, подходите. Добро пожаловать. Что же, это все новости, которые уместились в наш сегодняшний выпуск. На самом деле, мероприятий в праздничный день было больше. О них мы расскажем в нашем следующем выпуске. Будьте в курсе событий города и района Сахтубинс ТВ.